Немножко или наоборот опустить. Каких только сортов не было. Обдерная, пеклеванная, стильная, решетная. Всем не упомнишь. За помолом наблюдает наш мельнич. Вообще мельники люди хитрые. Они могли часть муки или часть зерна отвезти в сторонку, для того, чтобы самим обогатиться. Но наши хозяюшки за всем смотрят внимательно. Вот и наша крестьянка из деревни Бобокик нам на мельницу пожаловала. За мельником посмотрят. За мужем нужен глаз да глаз. Ведь на мельнице даже годочкой приторговывали. Но самое главное, для чего приезжали хозяюшки на мельницу, так это тоже молоть. Правда, мололи они не жерновами, а языками. А слыхала, это мило, говорит одна другой. А дворянин-то Степанов на цыганке женился. Надел красную рубаху, да и отправился в дворянское собрание. Стык, да и только. Так что, если подольше посидеть, много новостей. О нашем городе, о нашей местности можно узнать. Можно было смолоть зерно и на нашей мельнице, вот на таких больших жерновах. А можно было смолоть зерно и на маленьких жерновах, как наши. Давайте посмотрим на них, можно немножко подойти. Вот на таких маленьких жерновах можно смолоть зерно в домашних условиях. Но не у всех были такие жернова. Поэтому наша солдатка взяла всех своих детишек и отправилась к нам на мельницу. Потому что решила на кашку намолоть ребёночку. Ну что, малости вам руки намололи, а ещё, по-моему, мне петербург напугали. Так что, действительно, я вас не обманула. Наши некоторые гости, мыши и наши, спугаются. Теперь вы можете смело фотографировать щеночек, фотографироваться с ними. Да, даже присесть с ними.